Всем привет! Продолжаем путешествовать. Находимся мы сейчас в Падуе, Прато де ла Валли. Площадь к югу от исторического центра Падуи. Площадь 88 тысяч с половиной квадратных метров. Самая большая площадь Италии и одна из крупнейших площадей Европы. Оригинальная планировка у площади включает себя в канал в форме эллипса вокруг центральной части площади, мосты через канал и двойной ряд статуи или статуй, я не знаю как сказать, статуй или статуй, выдающихся подуанцев вдоль канала. Кстати, они создавались с 1775 по 1838 год. Название переводится примерно «Лук в долине», вот примерно так. Раньше на месте современной Прато де Валли располагался императорский театр на 6400 зрителей и марсовое поле. Это подтверждает Публио Клоудио Тразеа Петто, такая фамилия у писателя. Свидетелем существования амфитеатра был подуанский оратор, философ и писатель Публио Клоудио Тразеа Петто. Так вот, из очерков этого оратора историкам стало понятно, что амфитеатр имел название Зайра, был построен в 60-м году нашей эры. По размерам, кстати, был равен арене в Вероне. Вот я был в арене в Вероне, достаточно большой амфитеатр, там, кстати, проводят различные представления. Вот такая ремарочка. А в 1675 году на площади, мы опять рассматриваем нашу площадь Прато де Лаваде, были обнаружены руины арены, их можно было наблюдать до начала 19 века. С 1257 года на площади, тогда это была площадь, проводились скачки в память об изгнании тирана Эцелио Третьего де Романа, использовалась для ярмарок, которым мешала достаточно большая заболоченность территории. Здесь, 15 апреля 1532 года, был убит наемный убийца, лидер восстания в Тироле Михаэль Гайсмайер. В 1775 году, под руководством архитектора Доминика Черрата, площадь была полностью перестроена. Прорыли канал для осушения, и центральная часть превратилась как бы в остров. Действительно похоже на остров, где такой вот остров внутри канала. Этот остров получил название имя Мемия, по имени венецианского Патриция Андрея Мемо. Вдоль канала, двумя рядами, установлены туры удающихся людей, связанных с Падуи. Среди них личности Галилео Галилей, Франческо Петрарко, Антония Каннова, Андрей Монтени, шведский король Густав, ну и другие. Есть даже мостик Пап, то есть там увековечены в камне изваяние римских пап. Статуи изначально было 88, но во времени Наполеона несколько статуй были разбиты. В числе словных были известные венские доджи, ну и, как всегда бывает, начали разрушать известных дожей, а по ошибке снесли вдобавок и статую Галилея, потом, кстати, она была восстановлена. Ну вот, собственно говоря, и все, но я не буду говорить о том, что вокруг этой площади очень красивые здания, это и так, в общем, понятно. В Падуи есть что посмотреть, не только красивые здания, но и неплохие кафушки, которых можно посидеть и посмотреть на этот остров по тентам, когда жарит солнце, попить какой-нибудь водички. Кстати, рекомендую, вода называется Бенинекинская, по-моему, вот так называется, очень достаточно вкусная вода, рекомендую. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать о площади, которая находится в Падуи, очень хороший город, который мне понравился, почему, не знаю, как-то к нему у меня хорошее отношение, больше, чем к Вероне. Так вот, площадь Прата-де-Ла-Валя, вот посмотрите, кто досмотрит, кто досмотрит, кто не досмотрит, ну, тот не досмотрит. Будете в Падуи, обязательно загляните, пройдитесь, кстати, там недалеко Базилика Санта-Джустина и Базилика Святого Антония. В Базилике Святого Антонии, кстати, запрещено фотографировать, так тоже, например, марочка такая, но там очень красиво, вообще здорово. Ну все, всем пока, всем привет, казалось вам Прата-де-Ла-Валя, Падуи, площадь к югу от исторического центра Падуи. Все, пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok